Как перестать терпеть в отношениях? Ты себя не любишь, ты себя не ценишь. Закончи эти отношения, они ничему хорошему не ведут. Ты только себя в этом разрушаешь. Когда у вас есть жалость, тогда вам нужен кто-то, кто будет пользоваться этой жалостью, кто позволит этой вашей жалости выйти наружу. Я в себе что-то изменю, я себя там что-то лучше сделаю, и тогда все будет по-другому. Что нужно делать в такой ситуации психологически? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, и прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и обязательно смотрите это видео до конца. Все вы знаете, точнее многие из вас знают, что я регулярно провожу разборы в Инстаграм, где присутствует уже даже был рекорд 7 или 8 тысяч одновременно в онлайне человек. Я провожу разборы, публичные разборы разных ситуаций в отношениях женщин с мужчинами, и что я обнаружил в одном из разборов, что как раз на эту тему хочу записать видео, про то, что почему женщина терпит на самом деле. Давайте сейчас пазл у вас сложится, и что в итоге делать, чтобы выйти из этого, из этой закономерности, которая ни к чему хорошему не ведет. Отношения мужчины и женщины. Женщина не удовлетворена тем, например, как мужчина себя ведет, как он строит отношения, что он, например, финансово не обеспечивает семью. Женщина, она продолжает это терпеть. И возможно ей знакомые говорят, зачем ты терпишь, ты себя не любишь, ты себя не ценишь, закончи эти отношения, они ни к чему хорошему не ведут, ты только себя в этом разрушаешь. Первое, что испытывает женщина к мужчине в таком случае, это жалость. Это, наверное, очевидный для вас факт. То есть женщина жалеет этого мужчину. Соответственно, по отношению к нему она снисходительна. Что такое жалость? Это когда она смотрит на него сверху вниз. Это я такая взрослая, а ты такой маленький. Ты такой маленький, и я тебя спасаю, даю тебе шансы. Смотрите, когда человек кого-то жалеет, значит он кого-то считает виноватым. То есть, если вы, например, жалеете бедных людей, у которых мало денег, которые живут в маленьких городах, и у них маленькие зарплаты, значит автоматически есть те, кого вы обвиняете. А обвиняет кого? Если мы жалеем бедных людей, мы обвиняем обычно кого? Правительство, депутантов, президентов, что они как-то не так управляют страной. Поэтому в любой ситуации, когда мы кого-то жалеем, всегда, если задуматься, всегда есть кто-то, кого мы в этом обвиняем. Соответственно, зачастую женщина, она переносит такой сценарий. Я жалею мужчину, а обвиняю кого я? Кого я внутри, в глубине души, неосознанно, кого я обвиняю? Обвиняю себя, что это я, как что-то не так делаю. Это я недостаточно хороша. Это я его как-то недостаточно вдохновляю. Словами она может говорить, это ты с тобой что-то не так, веди себя по-другому. Она может его критиковать и во всем обвинять его. Но на подсознании внутри она обвиняет себя. Почему так происходит? Она переносит сценарий, модель семьи. Когда, например, растет девочка, мама и папа. И папа был слабым, либо пил, либо рано ушел из семьи. Подсознательно девочка тоже может обвинять маму в том, что с папой у них не получилось. И папу жалко. Потому что если папу не было жалко, вам бы не было жалко и мужчин. Или мужа, у которого не получается. Вы бы не испытывали жалость. Соответственно, дочка, которая жалеет папу, она подсознательно обвиняет маму. Ей кажется, что если бы мама вела себя по-другому, если бы мама была более мудрой, если бы мама была более терпеливой или там более старательной, тогда бы папа вел себя по-другому. И тогда бы мне папу не было жалко. И тогда бы у мамы с папой были бы нормальные отношения. И поэтому в отношениях это уже взрослая девочка, это уже взрослая женщина. Она с мужчинами делает то же самое, она мужчин жалеет, а себя обвиняет, и по сути она не ему дает шанс, она не мужчину терпит, ну как бы она терпит мужчину, но она не ему дает 10 или 35 шанс, что он изменится. Она на себя надеется, надеется, что я как-то в себе что-то дорихтую, я в себе что-то изменю, я себя там что-то лучше сделаю, и тогда все будет по-другому. Что нужно делать в такой ситуации психологически? И по сути психологически она спасает своего папу тем самым. Это то, что она хотела бы, чтобы сделала мама по отношению к папе. А что ей нужно на самом деле сделать? Ей нужно перестать спасать папу, ей нужно выйти из этого треугольника, мама, папа, я, дочка, да? И нужно сказать, вы мои родители, то есть перестать обвинять маму, перестать жалеть папу, и сказать, что ваши отношения, это подсознательно сказать, ваши отношения, это ваши отношения. Я всего лишь ваша дочь, я всего лишь ваша маленькая дочь. Ты мой папа, даже если у него нет в живых, ты моя мама, а я ваша дочь. И то, что у вас не получилось, я к этому отношения не имею. И какой бы я хороший, правильный или неправильный не была, я никак не спасу ваши отношения. Я никак не спасу ни маму, ни папу. Соответственно, я перестаю обвинять маму, перестаю жалеть папу. И понимаете, когда психологически эти чувства проработаны, тогда уже в вашей настоящей жизни вы это не транслируете. Вы перестаете тогда, вы не испытываете чувство вины к себе за какие-то не складывающиеся отношения. Вы перестаете жалеть мужчину. И то есть вы выходите из этой деструктивной программы. И тогда вы более ясно видите, что перед вами происходит. И по сути, тогда у вас нет жалости к мужчинам. И на вашу жалость никто не притягивается. Когда у вас есть жалость, тогда вам нужен кто-то, кто будет пользоваться этой жалостью. Кто позволит этой вашей жалости выйти наружу. И на кого эта жалость будет активироваться. Если бы этой жалости не было, она бы ни на кого не активировалась. Смотрите, не путать жалость и эмпатичность. Если у меня нет жалости, это не значит, что я бессердечный, неэмпатичный человек. Можно быть эмпатичным, можно быть теплым, можно быть любящим, но перестать жалеть. Может быть вы скажете, легко сказать, вот так сделать с родителями, сложно сделать. Понимаю, возможно, но для этого есть, слава богу, мы живем в 21 веке и сейчас есть курсы обучения на любую тему. И поэтому я вас приглашаю на бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению», где на протяжении 6 вечеров по 2 часа рассматриваются, прорабатываются техники, практики, лекции на абсолютно разные темы. Для участия нужен только телефон, либо компьютер, хороший интернет. Все. Дальше, если вам откликается, вы можете идти в длительные программы, там 1, 2 и до 6 модуля, и там на каждом модуле прорабатывается что-то отдельное. Если вам откликается, даже если вы не планируете на платные, послушайте хотя бы бесплатные. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok